Вас часто выгоняют? Такого не было, но сейчас вижу. А кто выгоняет? Ты что, выгоняешь меня? Нет, мне интересно, просто вас выгоняют ли? Нет, не воняют. Мне сказали, сюжет будет о том, что... Совместно с полицией. На секунду показалось, что пожилой мужчина готов ударить тростью нашего коллегу, но, видимо, хозяин клумбы решил просто припугнуть журналистов. Для пущего эффекта даже скорчил гримасу. Полиции нет. Как утверждают городские чиновники, люди без определенного места жительства портят морально-духовный облик города. Но, как оказалось, с ними ничего не подделать, их никуда не спровадить. Ни полиция, ни дружинники не нашли нарушения правопорядка. Потому просто идем дальше. Добавлю, работают такие патрули, как правило, по ночам. У нас вот так есть полиция. С чем вы помогаете? Допустим, протоколы, где расписаться понятыми. Обычно пьяных задерживаешь, водил сопровождаешь совместно с сотрудниками полиции. 300 человек уехали же в Самару на чемпионат мира по футболу. И в данном случае, вернее, уехали именно потом постовая служба. И поэтому город маленький у нас не хватает сотрудников. И мы решили, вернее, было принято решение, именно привлечь дружинников. Наши экскурсии проходят по главному туристическому маршруту города. Как утверждают чиновники, именно в этом месте наибольшее скопление бездомных. По их словам, приезжие в глазах бомжей – это люди, из которых проще всего вытрясти деньги. Вот смотрите, у нас прямо сейчас там два бездомных человека. Предварительно бездомных, мы не знаем точно. Вот что вы с ними делаете? Как с ними делать? Ну, мы в первую очередь определяем или устанавливаем обстоятельства, в которых он оказался на улице. Если можно, то возвращаем в семью, ну, или трудоустраиваем. Если человек нетрудоспособный, не может уже оформиться на работу, значит, мы идем по направлению установления инвалидности. Если он не имеет близких родственников и жилого помещения, значит, мы его устраиваем в дом-интернат. Судя по внешнему виду и запаху, мужчины, как никто другой, походят на бомжи. Однако представились, как пенсионер, бывший учитель физкультуры и ныне работающий чабан из Бичуры. Я приехал сюда неделю назад и сейчас немножко запил, правда, но это бывает же, правильно. Приедешь, расслабишься, а потом собирайся быстренько и айда. Однако, буквально через минуту, пастух решил вытрясти из меня пару лишних монет. Сколько надо? Сколько не жалко? Сколько не жалко? Купи, пожар, чем я, да и все. Чего буду обманывать? А ты же работаешь. Ну, я еще пока не уехал, да правильно. Итого, за недолгий путь от Арбата до Соборной площади мы повстречали двух бомжей и двух попрошаек. Сегодня мы увидели, что достаточно уже немного таких людей. Раньше было больше? Раньше было больше, да, намного. То есть работа идет. Вот мы сейчас находимся на Соборной улице. У нас здесь и в колодцах такие граждане жили, два человека, сейчас их уже нету, да. Главная проблема, да, в решении вопроса, да, с бомжами, это то, что эти граждане сами не хотят менять образ жизни. Я из Франции. Я из Индии. Вы видели в нашей городе каких-то бездомных или бомжах? Пока еще не довелось увидеть ни одного бездомного. Мы приехали в Улан-Удэ этим утром. Хотя, кажется, мы видели одного по пути от вокзала до нашего отеля. Порой некоторые чиновники и депутаты предлагали бомжей чипировать или даже закрывать вольеры вместе с бездомными собаками. Эти сомнительные варианты решения проблемы, слава богу, не получили отклика у горожан.